Инцидент с участием радикалов произошел и в Киеве. Их якобы мирный митинг у дома главы Высшего Совета Правосудия Игоря Беннесюка закончился стрельбой. Пикетчики говорят, судья без всяких оснований открыл огонь. Сам Беннесюк утверждает, защищался. Как все было, далее в сюжете. Это видео опубликовали сами активисты. По их словам, вчера около 19.30 вечера они проводили якобы мирный пикет возле дома главы Высшего Совета Правосудия. Народ помогает, поясный! Народ помогает, поясный! Как утверждают активисты, назвавшиеся членами организации «Традиции и порядок», когда чиновник подъехал к дому и увидел пикетчиков. Сначала попытался наехать на них машиной. А вот что было потом. Беннесюк, выйди до народу! Мы не народ, вы банда. А вы кто? О, чудово стреляет! Что, будешь стрелять? Будешь стрелять? Будешь стрелять? Стрелять, б***ь! Стрелять, б***ь! Что ты сделал? Видит, где ты сказал? Ты разбил планшет. Как утверждает один из участников акции, который и снял видео, чиновник ни с того ни с сего начал стрелять. И якобы напал на него. Намагался задавить частину из нас. Вот, он навіть себе там частину клумбы сломал в своей машине. Повернулся уже на проезжую частину с пистолетом. Ось, на что, звичайно, выкликал наше убурение. Он выбивает с рук у меня планшет, топчет его и проводит выстрел. Кроме планшета никто не пострадал. На место конфликта тут же прибыли правоохранители. 12 активистов увезли в отделение для дачи показаний. Вот версия событий уже столичной полиции. Виник конфликт между активистами и посадовцем, который приехал автомобилем до своего домика. И увидел там группу людей, которые прикрывали обличия. При этом выгукывали гасла. И часть из них фарбой делали написания на паркане. И обклеивали его плакатами. А сейчас мы имеем два криминальные проведения. За фактом хулиганских действий они распечатались. За фактом погрозы или насильства, чтобы государственного или общественного действия. А ранее под зданием НАБУ с фаерами и в Балаклавах эти же активисты требовали привлечь Бенедисюка к ответственности. Обвиняют его в сокрытии реальных доходов. Но сам чиновник уверяет, это месть со стороны уволенных им судей-коррупционеров. Говорит, на пистолет все документы есть, а огонь открыл. Потому что уже не раз получал у грузы расправы в адрес своей семьи. Группа неведомых мне людей, в количестве 10-15 человек в Балаклавах с фаерами, погрожила меня особисто снищением моей семьи, блокировала автомобиль, не давала его в свободном приезде по улице, пошкодила его, пошкодила майно, а также погрожила снищением меня особисто физически. Вважаю, что погрозы мне особисто снищением моего майна и меня особисто физически связаны с деятельностью ВИЗ правосудия в последний период, а именно освобождение одиозных судей Татькова, Отрош, отстранение судей Емельянова, надание сгоды на арест судей. Поэтому я думаю, что это спроба определенных политических сил заблоковать работу ВИЗ правосудия через дискредитацию ее головы. Всех задержанных уже отпустили. Не превысил ли судья меры самообороны и действительно ли ему угрожали? Теперь предстоит выяснить правоохранителям. Сейчас полиция изучает видео с камер наблюдения и обещает вскоре озвучить новые детали этого дела. Алексей Пшимыский, подробности, телеканал Интер.